Привет, друзья, это Сафронов, и у меня сегодня произошло необычное вот вы, потому что, видимо, наставили 7 лайков в прошлый раз, в этот раз 8 надо будет, давайте так, чтобы что-то произошло, и речь идёт о, конечно же, загадочной коробке, чёрной коробке Five Nights at Freddy's, вау, здесь добавилась ещё и наклейка одна, ничего себе, Five Nights at Freddy's меня удивляет, это чёрная загадочная коробка Five Nights at Freddy's, и она была пустая, я вам показывал, уже распаковал оттуда всё, показалось, что она пустая, в этот раз она опять полная, мой один загадочный друг-блогер и прислал мне её, но она была пустая, и вдруг она наполнилась, вы слышите, там опять что-то есть, давайте посмотрим, что, благодаря, видимо, вашим лайкам, 8 лайков, ровно не 80, не 8 тысяч, не 800, а 8 лайков, и тогда я попрошу прислать ещё новенькую коробочку с Five Nights at Freddy's, или с чем-то более пугающим, Итак, пугающие фигурки и всякие приколюки Five Nights at Freddy's, дополнительный, видимо, бонусный контент у нас здесь, благодаря вашим лайкам, коробка чернушная внутри, может быть, из-за этого чёрная, из-за этого так это работает, что она чёрная, там что-то появляется, и она магическая вообще, это коробка, как я говорил, но нет, я всё-таки думаю, что это обычная коробка, ничего такого здесь нет, И что мы достаём из этой коробки? А достаём мы следующее, достаём мы из этой коробки Бонни, здравствуйте, Бонни, как ваши Делони, вот такие вот пакетики, зачем в чёрной коробке ещё и пакетики? Не знаю, очень много пакетиков, и это странного цвета Бонни, может, не Бонни, может, это какой-то розовонний, я не знаю, кто это, но вот такой, У меня целая коллекция будет инвертирована, сегодня я вам покажу, кстати, друзья мои, за ваши 8 лайков, 7 предыдущих, в этот раз ладно, так и быть, авансом, я уверен, что вы хотя бы 7,5 поставите лайков, я покажу всю свою коллекцию, которая у меня набралась, если она, ну, как бы, меня не разорвёт на части, всю свою коллекцию, которая из этой чёрной загадочной коробки, вот так, радую вас с вас за ежедневным разным контентом, и показываю разные игрушки, все игрушки разные, все игрушки новые, все игрушки, которые ещё и вы у меня на канале, не видели, вот, и сегодня это вот такой вот персонаж, я даже не знаю, кто это, розовый какой-то, не розовый, красный, не красный, какой-то, я не знаю, как этот цвет правильно обозначить, почему зелёный у него брюхо, пузо, но зато есть кнопка с фонариком, и можно подсветить, смотрите, как светит, бум-бум-бум-бум-бум, мы никогда не смотрели, как он светит на куда-то, да, на что-то, на куда-то, на нас, на вас, вот, он светил обычно нам в лицо, мы вот так вот показывали, и светили в лицо, но тут, вот, оказывается, что и так может быть, издалека, правда, уже ничего не видно, но когда вблизи, это может быть забавно, хотя бы в этом есть плюс, ну и плюс это как бы необычный цвет, скин этого аниматроника, который душит кого-то, каких-то посетителей, так, что есть ещё, есть ещё, конечно же, ооо, да, есть тут целая, а тут целая пачка наклеек, есть ещё наклейки, нет, хочу ещё наклеек, хочу больше наклеек, есть, вот, ооо, еее, ооо, еее, вот это наклеечка, вот это чика, вот это классная, смотрите, самая топовая наклейка, по-моему, которая у меня была, так, давайте посмотрим, что ещё здесь за наклейки, наклейки очень жутко, Фредди, с кучей мини-Фредди, что происходит, Nightmare написано сверху, и зубище, глазища, вот эти жуткие наклейки, у меня были там целующиеся какие-то там наклейки непонятные, но в этот раз жуткие, но не все, Power Left 0%, и это что, а, это когда скример, наверное, вылезает, это значит, у нас всё, разряжен наш фонарик, и нас съели аниматроники, вот такая наклейка, дальше, наклейка с Фокси, а вот и разница, Фокси и Мангл, да, я в одном из выпусков перепутал, думал, что это один персонаж, и много раз путал, и, оказывается, это два, вот это Мангл, это Фокси, вот такие наклейки, давайте какую-нибудь наклеим сюда наклейку нашу, разбавим, разбавим вот этим вот Фокси, предыдущая у нас распаковка была имени Фокси, там было столько, вот там должна была попасть эта наклейка, приклеим вот сюда, вот такие наклейки, крутого качества, хорошие наклейки, но арты сомнительные, так, что ещё, есть ещё, есть ещё, а у вас есть ещё, а можно ещё? Ух, слоник, как его зовут, как тебя зовут, слоник, ты такой милаха, конечно, не милаха, когда он вопьёт своим хоботом в нас, у него какая-то палочка, он Гарри Поттер, по всей видимости, посмотрите, у него есть волшебная палочка, в общем, это слоник, слоник, вот эти фигурки я обожаю, да, это фигурки, которые подвижные, и этот раз подвижный слоник, вот, если это Бонни, то это слонни, наверное, посмотрите, несмотря на то, что это подделка китайская, какая-то низкопробная подделка, я всё же какое-то удовольствие получаю, правда, от внешнего вида, потому что я вот сейчас боюсь, и вы помните, это плохого качества фигурки, и они ломаются, у них ноги ломаются, поэтому буду осторожен здесь, вот, потому что буду мстить за то, что у них самих ноги сломаны, но они проржаверили, они, наверное, просто слишком долго валялись где-то на складе, зачем ему палочка, что он делает палочкой, это волшебник, он фокусник, фокус, бам-бам, и твоя голова исчезла, не держится у него палочка, может, ему в хобот её можно было бы вставить, было бы прикольно, кстати, если бы можно было в хобот вставить, но так палочку максимум можно как-то вот зажать между пальцев, вот так, зато фигурка подвижна и хорошо устойчива, в отличие от этой фигурки, которая вообще прям ничего такого особо не делает, но выглядит, скажите, крипово, очень, да, глаза такие прямо, зенки мои, зеночки, вот, голова подвижна, вверх-вниз, вот так вот, и, соответственно, ещё есть что, о, есть ещё наклейка, кстати, вау, это наклейка всех, ребят, посмотрите, только опять же говорю, это какая-то наклейка милаха, это все-все-все в милоте, вот в такой вот, нарисованной аниме-стиле, аниме-наклеечка такая получилась, так, есть ещё, ой, ой, чикуля, чикуля моя приплыла, не было ещё, да, фигурки чики, но была только в брелке, а тут чико-большая фигурка, а, ну и были у меня с масками с этими, с масками, оу, она похожа просто какого-то соседа, это ваш сосед, дядя Толя, он такой, знаете, в майке алкоголичке вышел такой вот, 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 и вот, ну, вы поняли, да, вот, и такой, типа, эээ, вода вы, ууу, умеряй, панкер, вот, такой, сосед дядя Коля, и, классный, фонарь тоже есть, фонарь, я знаю, эти фигурки, знаете, кастабизируются, потому что рукой сложно нажать, им должны обязательно, можно вот ткнуть, вот этим вот, Эх, вонище, странное. Это пахнет вообще странно, если честно. Так, и что-то есть ещё, да? Есть ещё. О, Фредди. Наконец-то не бобёр Фредди, не странный Фредди, а отличный подвижный Фредди. Вот, у меня теперь вся коллекция, да? Что-то есть ещё? Вау, есть ещё наклейки в этой чёрной загадочной коробке. Есть ещё наклейки. Всё, и больше ничего нет. Я надеюсь, я и уберу, мало ли там что появится, или будет ещё какая-нибудь эта. Так что не забывайте большие пальцы вверх оставить, и тогда будет ещё. О, ну вот видите, это разве жутко? Нет, вот это вот жутковато выглядит, а вот эта наклейка не очень. Так, и Фредди. А где его аксессуар? О, микрофон! Е-е-е, ребята, микрофончик есть. Микрофончик. Слушайте, вот такой вот глазастик. Он, да, у них глаза, конечно, решают здесь всё. Вот это хлипкая фигурка, это хлипкая фигурка. Почему мне не разместить фонарь в центр звезды? Ребята, ну было бы логично. Но поскольку это Китай-подвал продакшн, я думаю, что поэтому всё так. Не знаю, должно ли быть, что фигурки по Five Nights at Freddy's такого ужасного качества, потому что они ужасные, ну не от своего внешнего вида, а от своего качества. Вот. Итак, сегодняшний лут из нашей чёрной загадочной коробки. Всё новиночки, всё новые фигурки. И новые наклейки. Куча новых наклеек. Вот эти вот наклейки. И также куча новых фигурок. Вот такие. Пишите, какие вам больше всего понравились. Давайте посмотрим всю коллекцию. Ну, во-первых, коллекция моих наклеек. Помимо тех, что были наклеены на коробке. Вот ещё наклейки. Вот ещё наклейки. Ещё и ещё из предыдущих выпусков. Так, ещё наклейки. Вот такая гора наклеек с этого чемоданчика мне выпала. И также фигурки. Бобёр и его мандолина. Вот я путал, что этот бобёр похож на Фредди, но на деле это бобёр жуткий. Бобёр. Значит, Фредди инвертированных цветов странных. Фигурка, брелок Five Nights at Freddy's. Также ещё один брелок с чикой. Здесь Five Nights at Freddy's. Это Фредди. Дальше есть вот такой вот Фредди. Одноглазый почему-то Фредди тоже. Есть ещё у меня попался одноногий свинтус. У которого отломалась нога. Ну, у них у всех будет ломаться, если с ним играть. Вот. Фокси зелёного цвета. Вот такого. И Фокси такого цвета. Прекрасно. Это ещё вот мандолина. Фокси с птицей одноглазой. Это одна из самых таких объёмных по аксессуарам фигурок. И одна из самых жутких фигурок, которая круто сделана. Это вот эта сестричка, девичка с пилами, когтями, роликами. Очень жутко сделана. Очень детализация здесь крутая. Ну, и у всех у них фонари. Вот, друзья мои. Для сообразительных зрителей информация в описании. Для тех, кто всё понимает, всё это. Вот. Для всех остальных зрителей, я скажу, друзья мои. Это были такие фигурки, типа, с рубрики «Зона Озона». Но я ужаснулся их качеству. И поэтому, вот, соответственно, так случилось. В общем, мой друг-блогер прислал это всё с зоны Озона. Он сказал, что это всё. Это чёрная огородка ему пришла. Она была не чёрная. Но потом почернела. И вот получилось так. Так что, друзья мои. Если хотим ещё видеть распаковку загадочных фигурок «Зоны Озона» и вообще. Я их не рекомендую. Ссылки на них я размещу в описании. Вы сами смотрите. Сами это. 8 лайков, если поставим. Сделаем ещё выпуск с разными фигурками, игрушками, жуткими штуками. Ну, а на сегодня всё. И пользуйтесь всякими акциями, скидками, которые у меня есть, по-моему, промо-слово, кодовому слову. Заказывайте просто всякие интересные подборочки. В описании. И в попарке сообщества размещаю. А на сегодня это всё. Всё закидываю обратно. Так, коробка, коробка. Пришли мне новые игрушки. Если будет 8 лайков. Но я сомневаюсь, что его будет. Лайк и большой палец под видео. Мало ли забыли. Пока.